Всем привет! Вы на канале GameDop. Если вы ждете релиза игры Lineage 2 Revolution, тогда эти новости для вас возможно будут интересными. Начнем с той новости, которая нас не очень касается, но все же я про ее расскажу. Как возможно вы знаете, данную игрушку разрабатывает корейская компания NetMable Games. Релиз игры в Корее уже давным-давно состоялся, и игрушка в первые месяцы старта заработала больше 85 миллионов долларов. И это очень-очень хороший показатель, потому что даже Pokemon Go и то меньше заработали. Корейские компании, которые занимаются разработкой игр, сначала выпускают игрушку в себя в Корее, потом выпускают в Китае. Это два таких самых прибыльных рынка на всей планете. Китайцы и корейцы очень много донатят. После запуска игры в Китае, идет запуск игры в Европе. А только потом уже игрушка доходит до нас, до русскоязычного населения. Вот такая цепочка, до бедных идет дольше всего. Поэтому можно сделать вывод такой. Чем раньше игра выйдет в Китае, чем раньше она появится в Европе и Америке, тем раньше она появится и на нашем рынке. Но с Китаем начались проблемы. Китай известен своими ограничениями в IT-сфере. Например, в стране не работают сервисы Google. Всеми наш любимый YouTube в Китае не работает. А теперь правительство Поднебесных заморозило возможность получения лицензий разработчиками из Южной Кореи. Что предотвращает возможность установки южнокорейских игр в Китае. Причиной такого шага стало размещение Южной Кореи нового защитного ракетного комплекса. Он создается совместно с США и призван защитить Южную Корею и ее союзников от возможных угроз от таких стран, как Северная Корея. Однако, Китай полагает, что размещение подобной системы несет угрозу его собственной безопасности. И потому Китай наложил санкции на корейские компании. Из-за этого многие компании потеряют очень много денег. Потому что у некоторых корейских компаний китайский рынок составляет около 40% прибыли. Когда я прочитал эту новость, я подумал так. Если у них проблемы с запуском игры в Китае, тогда получается они на Европу, на Америку еще позже придут. Но в конце февраля прошла конференция GDC 2017, на которой компания Netmarble Games объявила, что уже совсем скоро будет релиз игры Lineage 2 Revolution в Европе. Точную дату они не объявили, но уже запустился сайт по игре, на котором можно зайти и посмотреть на его. Там уже даже есть кнопочки для скачивания на Android и на iPhone, но они пока еще не активные. Так что, ребята, я думаю, уже совсем скоро можно будет поиграть в Lineage 2 Revolution на английском языке. После запуска на английском я могу предположить, что примерно через полгода появится и на русском языке. Хотя, английский это не корейский. В нем гораздо проще разобраться, это во-первых. А во-вторых, серваки будут в Европе. А это означает, что пинг будет адекватным. На европейских серваках можно будет нормально играть без лагов. Корейский язык и корейский пинг, корейские лаги. Те, кто на себе испытывал все эти мучения, с радостью пойдут играть на европейские серваки. На этом, ребята, все. Всем спасибо за внимание. Вот такие вот новостные ролики мне крайне тяжело даются. Так что, поддержите меня. Поставьте лайк. Сильно не критикуйте. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. И всем пока. Пабах. Субтитры сделал DimaTorzok